Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль во всем мире переживает кризис. На этом рязанском турагентстве расклеены фотографии сотрудников, которые скучают по своим туристам и призывают их не расстраиваться от того, что отдых пришлось перенести. Наши туристы все идут навстречу, понимают, что мы тут не виноваты, мы пытаемся помочь перебронировать либо на осень, либо на следующий год, так как у всех есть люди, у которых отпуск в определенные даты, и они уже априори в этом году полететь не смогут. Мы делаем переносы на следующий год. Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня. На первом этапе откроются санатории, коттеджи и апарт-отели. Ведомство также обсуждает с Роспотребнадзором возможность смягчения требований к санаториям. На текущий момент, так как непонятная ситуация, когда вообще будут открыты внутренние перелеты, основное и международные, и туроператоры выдают ваучеры и гарантийные письма на те суммы, которые были им оплачены. Соответственно, мы меняем на курорты нашего Краснодарского края, либо Крым, потому что это более вероятно, что туристы воспользуются все-таки отдыхом. И они просто на самом деле звонят, постоянно спрашивали, что открыто, куда можно улететь и вообще, когда это будет возможно. В Краснодарском крае с 1 июня начнут открываться санатории и пансионаты. Работать разрешат учреждениям с медицинской лицензией. Но для приема гостей придется соблюдать ряд новых правил. Так, например, номера рекомендуют убирать дважды в день с применением дезинфицирующих средств, а также проводить проветривание каждые два часа. Курорты Кипра и Турции должны заработать с 15 июня. Визовые центры также планируют открыться. Вчера ознакомилась с информацией, что с 1 июля начинает принимать документы на визу визовый центр Италии. Поэтому надеемся, так как у нас много на самом деле летних визовых направлений, и в любом случае, пока эти туры не аннулированы, так как постановлений такого нет, и туроператоры в одностороннем порядке пока аннулировали туры до конца мая, и уже с захватом середины июня. Соответственно, люди надеются, что все-таки они улетят в Европу. Отдых на заграничных курортах также будет организован с соблюдением новых правил. Новое введение коснутся организации питания, например, доставки еды в номера. Расселять отдыхающих также планируется в отдельные одноместные номера, правда, исключение останется для родственников, которые могут проживать совместно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова